ребят всем привет сегодня я покажу вам ментальное форсирование дайвернана с 5 картами для начала мы раскладываем 5 карт и просим зрителя запомнить какую-то одну карту в своей голове после чего я собираю карты перемешиваю и говорю что вы запомнили четверку червовую ну а сейчас мы разберем детали и так как работает этот ментальный эксперимент может быть такой вариант что вы запомнили не четверку червовую поэтому мы сейчас разберем еще один вариант который приблизит вас к максимальным попаданию угадывания карты процентов на 80 и вообще не преподносите этот ментальный форс как фокус да потому что фокус всегда срабатывает вот эксперимент это всего лишь эксперимент над сознанием вы можете просто как провести такой маленький опрос эксперимент над сознанием головного мозга то есть у зрителя расклады эти карты и как вообще думает зритель во первых зритель меньше всего загадывает крайние карты то есть он видит что король ага то есть фокусник наверное мне подсовывает короля то есть чтобы я запомнил либо девятку бубновую другой вариант что слишком очевидно что туз находится в центре и зрителя скорее всего запомнит его поэтому я попробую сейчас запомнить другую карту и чаще всего с большой вероятностью 80 процентов зритель запомнит либо семерку либо четверку после того когда зритель запомнил вам необходимо собрать карты перемешать карты выдвинуть семерку вот так даже вот так вот вы сделали и вы говорите что ваша карта которую вы сейчас запомнили в вашей голове это четверка червовая если зритель говорит нет у меня была семерка крестовая то вы говорите что одна карта мне сейчас выдвинута и это семерка крестовая вот так работает этот эксперимент я настоятельно вам рекомендую поиграться с этим фокусом экспериментом ну и напишите в комментариях вообще то есть какие какие варианты загадывать зритель и почему то есть здесь еще раз просто работает элементарная психология что вы раскладываете туз в центре король с краю семерка четверка у нас в центре справа и слева от туза ну и в общем это так работает это психологический эксперимент зрителя реже всего запоминает крайне карты здесь подумают что здесь уловка что ему подсовывают потому что посмотрите почему черный он может не загадать потому что она здесь одна единственная черная и большой вероятностью что зрительно зовет запомнит четверку червовую но даже если это не произойдет то есть если зрителей не запомнит вы заранее просто так вот сделали вдержите карты говорите что ваши карты которые сейчас запомнили в своей голове эта четверка чczenia если это не так то это будет семерка крестовая которую вы переворачиваете, единственную карту, которая вытянута чуть выше, чем остальные. Ментальный эксперимент. Пробуйте. Это очень интересная ходовочка, развивает ваши экстремальные экстрасенсорные способности, как хотите, называйте. Пробуйте, экспериментируйте. Никогда не говорите, что это фокус. Это просто эксперимент. Ребят, я знаю, что вы очень любите фокусы. На моем канале Boost я приготовил секреты очень крутых и интересных фокусов. Ссылка будет в описании, поэтому переходите, смотрите, ознакомливайтесь. А также у меня есть свой телеграм-канал, который называется Классный Фокус. В нем я публикую информационные новости, последних новинок и всего происходящего. Вы слышали, что Дэвид Кэперфилд собирается сделать исчезновение Луны? Нет? Тогда подписывайтесь на мой телеграм-канал Классный Фокус, чтобы не пропускать всякие интересные события, которые, возможно, скоро произойдут, либо уже произошли. Ну а на сегодня это все. С вами был Макс. До новых встреч. Всем пока.